Значительная часть вопроса в прямой линии была посвящена изменениям транспортной системы, вступающим в силу уже с субботы. Большинство из них касаются Мотовелихинского района. С 16 января по 30 ноября движение транспорта по бульвару Гагарина возле дома номер 26 будет прекращено. Водители смогут объехать закрытый участок через площадь Дружбы. Одно из главных изменений связано с трамваями. С 16 января по 30 августа будет временно прекращено движение по улице Уральской. Ограничение связано с ремонтом трамвайных путей на участке перекрестка улиц Уральской и Розалии-Землячки до улицы 1905 года, включая разворотное кольцо Висим. Из-за этого трамваи номер 8 и 11 до завершения ремонта из центра города будут следовать до остановки Цирк. Далее по улице Крупской и бульвару Гагарина до остановки Пермская ярмарка. Трамвай номер 4 станция Перм-2 микрорайон Висим на время ремонта будет отменен. В ближайшие полгода по улице Уральской будут ходить только автобусы номер 18, 24, 32, 36, 38, 77 и 78. На время ремонта трамвайных путей значительные изменения затронут 36 маршрут. Для того, чтобы создать запас проводной способности по Уральской, 36 маршрут с завтрашнего дня с улицы Лебедева будет курсировать по Уральской. Со всех этих автобусных маршрутов можно совершить пересадку на трамвайное движение. Просим пассажиров с пониманием отнестись к данным изменениям. Мы со своей стороны будем мониторить ситуацию и в случае необходимости вносить корректировки в работу транспорта. Также в ближайшее время в центре Перми по улице Революции планируют запустить движение трамваев номер 6 и 11. Маршрут номер 6 направляется от Велты до станции Перм-2 через остановки стадион Динамо, кинотеатр Октябрь, Орленок по новым путям на улице Революции. Маршрут номер 11 запустят от Пермской ярмарки до школы номер 107 также по новым путям. Сейчас на месте расчищают снег и проводят обкатку. В настоящее время завершаются приемочные работы по организации трамвайного движения. Соответственно, после того, как все выявленные недочеты будут устранены, мы также будем организовывать движение на этом участке. О дате соответствующих изменений мы дополнительно сообщим. Актуальное расписание, маршрут исследования, а также движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте ГорТранс. Екатерина Рухтина, Александр Наприенков, ВЕТТА-24.